Зухра Абрекова со своим сыном пришли на приём к врачу, которая 10 лет назад своевременно диагностировала у мальчика лейкоз. Тогда, вспоминает Зухра, её мир буквально рухнул. Женщина даже не понимает, откуда взялись силы, чтобы пройти весь курс лечения. Даже сейчас ей тяжело вспоминать о тех днях. Ребёнку было год и девять, когда у него на лице и на ножках появилась сыпь. Мы решили обратиться, прийти, сдали анализы, и нам сказали такой страшный диагноз и забрали в реанимацию сразу. На второй день быстро оформили документы и направили в Ставрополь. Три года химиотерапии. Лечение в Ставрополе и Москве дало положительный результат. И, наконец-то, стойкая ремиссия. Вот уже семь лет Абрековы просто наблюдаются у специалистов. Главное, что ребёнок жив-здоров, вышел в хорошую ремиссию и никаких проблем сейчас с этим нет. Но после полихимиотерапии сердечко пострадал, амилокардиосклероз, он с этим наблюдается кардиологами. Все наши больные пожизненно состоят в новом счёте, поскольку мы за ними наблюдаем. Стоит отметить, что своевременный и правильный диагноз уже половина успеха в лечении рака. Ведь счёт в этом случае идёт не на месяцы, а порой и на недели, когда изначальной стадии болезнь быстро может прогрессировать в третью и четвёртую. Если у Абрековых терапия дала положительный эффект, то в запущенных случаях может понадобиться пересадка костного мозга. Но и тут шансов немного. Потому что в нашей стране ничтожно мал донорский фонд. Не случайно накануне дня борьбы с онкозаболеваниями у детей в Черкесске прошла акция «Стань донором, подари жизнь». Мы решили к этому дню провести впервые в нашей республике донорскую акцию «Доноры костного мозга». Мы официально вступили в регистр доноров костного мозга, являясь координатором проекта на территории нашей республики. Сегодня в клинике «Инвитро» все желающие могут приходить каждый день по расписанию клиники, графику работы, и абсолютно бесплатно сдать кровь на типирование и стать донором костного мозга. Все затраты на анализы берут на себя Росфонд и клиника «Инвитро». И если сдавший кровь подойдет по генотипу, то в дальнейшем сможет спасти онкобольному жизнь. Если есть какая-то возможность и в моих силах помочь кому-то выздороветь, спасти чью-то жизнь, то я обязательно должна это сделать, потому что мне это не тяжело, а кому-то это может быть правда очень нужно и очень важно. Есть два способа, которые используются при заборе стволовых клеток. Под общим наркозом с проколом тазовой кости или обычное переливание крови, которое, пройдя через сепаратор, вновь возвращается в организм донора. Это очень важно, помогать друг другу. Мы сейчас живем в очень тяжелое и страшное время, и рак, к сожалению, это одна из наиболее распространенных болезней как среди взрослых, так и среди детей. Теперь помочь победить эту болезнь может каждый из нас. Просто прийти и сдать 9 мл крови. И кто знает, может, именно вы спасете чью-то жизнь. Алина Баташева, Назеркапышев, Архыз, 24.